Виталий Дегтярёв из Лобни за волонтёрскую деятельность в период пандемии получил медаль президента России, награду и почётную грамоту губернатора Московской области. Виталий рассказал нашему корреспонденту Дине Архиповой о том, как проходили его волонтёрские будни. А почему ты вообще решил заняться такой деятельностью? Не боялся, что сам заболеешь? Ну, самое большее, чего я боялся, это кого-либо заразить, либо же заразить своих близких. Вот это самое напряжное было в моей работе. В период самоизоляции каждый день Виталий начинался рано. В 8 утра его забирала машина. И уже по пути на первый адрес молодой человек начинал обзванивать людей, обратившихся за помощью через сайт Общероссийского народного фронта. Чаще всего находившиеся на самоизоляции просили купить и привезти продукты, лекарства. Некоторым нужна была помощь с бытовыми делами. Например, вынести мусор или выгулить питомцев. А кто-то хотел просто поговорить. Каждая заявка, по сути, своеобразная. То есть, там, другой человек, которому тоже хочется пообщаться. Конечно, два месяца самоизоляции, нехватки общения. Пришлось многим просто сидеть дома и скучать. То есть, не было возможности встретиться с друзьями, близкими. И вот нам приходилось немного разбавлять ситуацию такую. Виталий работал волонтером сразу в трех городах – в Лобне, Долгопрудном и Химках. В день объезжал до 15 адресов. А за время самоизоляции выполнил более 300 заявок. Помогать приходилось всем – от одиноких пенсионеров до многодетных семей. Наплыв заявок в Лобне был гораздо меньше, чем в Долгопрудном и Химках. Я старался сначала закрывать Лобню, потом уже ехать в Химки. Помогая людям, волонтеры соблюдали все меры предосторожности. Но не только ради своей безопасности, сколько опасаясь стать переносчиками вируса и заразить других. Всегда пользовались защитными экранами, одноразовыми масками, перчатками и антисептиком. Приучить себя к работе в таких условиях, по словам Виталия, было самым трудным. Было трудно в масках, в перчатках, грубо говоря, каждые бытовые действия делать. Что-то записать, постоянно походим в магазин, трудно даже пакет открыть в перчатках. Пришлось привыкать, было трудно, но мы справились. Были и другие сложности. Часто работать приходилось без выходных. Но, как признается Виталий, намного важнее было осознание того, что ему удалось помочь многим людям. В любом случае, кому-то нужно было оказывать помощь. Мы решили, что у меня было время и способность, возможность помогать. Я считаю, что если есть возможность, то нужно помогать. Пандемия пошла на спад, но волонтеры и сегодня свой пост не оставили. Вместе с другими добровольцами они помогают упаковывать защитные маски и отправлять их тем, кто больше всего в них нуждается. Дина Архипова, Константин Петров, Денис Рокин, телекомпания «Лобня».